Ничто не происходит само собой. Все, что есть в нашей жизни, это результат тех семян, которые вы впустили в свою духовную жизнь. Вам не нужно стараться быть лучше. Вам нужно быть разборчивее в отношении тех семян, в сеянии которых вы допускаете в свою почву. И не расстраивайтесь, если люди говорят вам, «Ты уж слишком духовный, мне с тобой совсем не интересно, ты даже музыку не слушаешь». Что страшного, если ты послушаешь эту музыку или посмотришь тот фильм? Нет, вы не понимаете, все дело в посеянных семенах. А семена прорастают не сразу. Они прорастают тогда, когда ты этого ждешь меньше всего. Послушайте меня. Я не понимаю, почему сорняки растут так быстро и занимают место хороших растений. Они душат все, что растет вокруг. То же самое происходит, когда вы допускаете, чтобы что-то негативное проникло в ваше сердце. Они душат добрые плоды Божьего Слова, просто потому, что сами хотят присутствовать в вашей жизни. Все просто, друзья. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить тип семян, которые вы сеете. И вам придется поработать, чтобы защитить свою почву от всех других мирских семян, которые попадают через новости, через журналы, через интернет. Вам придется защищать свою землю. Иногда вам придется провести границу. «Нет, я этого в свою жизнь не допущу». Некоторые из вас смотрят на меня, словно говоря, «Да, но я не меняюсь». Да, вы правы, так и будет продолжаться. Я молюсь, чтобы вам еще не слишком поздно начать меняться. Потому что, помните, я сказал, что Божьему Слову нужно время, чтобы прорасти. И перемены не происходят сразу же. Для того, чтобы вырвать сорняки, нужно потрудиться. Помню, когда я был маленький, у нас не было дорогих газонокосилок. У моей бабушки была тропинка из камней, ведущая к дому. Иногда она зарастала, и мы надевали перчатки и шли вырвать сорняки. Один сорняк за другим. Берешь руками и выдергиваешь. И делаешь это до тех пор, пока ни одного сорняка не останется на дорожке. Помню, я как-то вырвал эти сорняки и наткнулся на подземное гнездо шершней. Я вырвал сорняк с корнем, и вдруг оттуда во все стороны полетели шершни, как ракеты. Я думал о тех усилиях, которые нужно приложить, чтобы избавиться от сорняков. Некоторые люди думают, что можно допустить сорняки в свое сердце, а потом без усилий избавиться от них. Для этого придется потрудиться, понимаете? Так зачем тратить силы зря? Лучше изначально не допускать сорняков. Не сейте похоть. Не сейте грех, и тогда вам не придется с ними бороться. Но если посеете, однажды вам придется их вырывать. Что посеешь, то и пожнешь. Так устроено Божье Царство. Я хочу открыть вам очень, очень важную истину о Божьем Царстве. И если вы не понимаете то, что я хочу вам сейчас показать, в Божьем Царстве может произойти короткое замыкание. А я не хочу, чтобы в Божьем Царстве были такие сбои. Я хочу, чтобы Божье Царство действовало и развивалось. Я хочу, чтобы оно работало. Земледелец сеет семена, и они растут. И я хочу, чтобы Божье Царство росло в вас таким же образом. Есть некоторые условия, которые должны быть исполнены для того, чтобы Божье Царство действовало в вашей жизни, как говорит Библия. Пожалуйста, заметьте, все силы были рождены любовью. Все силы были рождены любовью, и мы знаем, что Бог есть любовь. Аминь. Любовь – источник любой силы, и любовь – высший закон над всеми законами. Любовь – источник любой силы, и любовь – высший закон над всеми законами. Вы должны понимать, что Божье Царство... Возьмите Библию, откройте 1 Иоанна, 4 глава, стих 8. 1 Иоанна 4, 8. 1 Иоанна 4, 8. Давайте прочтем. Если вы открыли этот стих, скажите «Аминь». Давайте прочтем стих 7 и 8 вместе. 1 Иоанна, стих 7 и 8. Готовы? Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог... Бог есть что? Бог есть что? Бог есть что? Заметьте, что здесь не говорится, что у Бога есть любовь. У Бога есть вера, но Бог есть любовь. Он есть любовь. У Него есть вера, но Он есть любовь. Всякий раз, когда вы смотрите на любовь, знайте, что Бог именно такой. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Божье царство – это царство любви. Глядя на Бога, вы должны понимать, кто Он. Бог, который есть любовь. Бог, который есть любовь. Божье царство – это царство любви. Божье царство не может действовать без любви, потому что это царство действует, если есть любовь. Это царство любви. Это царство, где все подчинено любви. Вы это понимаете? Итак, Божье царство действует любовью. А теперь давайте откроем Галатам 5 главу, стих 6. Любовь является обязательным условием для того, чтобы Божье царство действовало так, как должно. Мы обязаны понимать, что если нет любви, тогда Божье царство не может действовать в жизни этого человека. Это царство любви. Галатам 5 глава, стих 6. Давайте прочтем 6 стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Как действует вера? Как действует вера? Как действует вера? Здесь-то и кроется проблема. Дело в том, что очень долго христиане, читая слово «действует», автоматически понимали его, как слово «развивает». Например, испытание производит терпение. Большинство людей считают, что испытания развивают терпение. Это неправда. Потому что тогда получается, что для развития терпения вам необходимо проходить испытания и трудности. Выходит, что терпение – это результат трудности и испытаний. И тогда вы принимаете трудности как неизбежность, полагая, что они вам нужны для развития и терпения. Это неправильно. Знаете, сколько людей страдают из-за этого? Они говорят, «Слава Богу, что у меня сейчас такие трудности, потому что испытания развивают терпение». Нет, слово «действующее» или «производящее» означает «включающее». И значит, это нужно понимать так. Когда приходят трудности, мы должны включить терпение. «Когда мы проходим через испытания, нам нужно быть терпеливыми». Вот о чем здесь говорится. «Когда трудно, проявите терпение». А что такое терпение? «Быть терпеливым» значит быть постоянным, стоять на своем. И если у вас трудности, вы нуждаетесь в исцелении, будьте постоянны в своей вере в Божье исцеление, и это избавит вас от этого испытания. Здесь речь идет о том, чем нужно пользоваться, чтобы преодолеть испытания. Писание говорит, что вера действует любовью. Давайте разберем это слово. Вера действует любовью или действует через любовь. То есть вера включает любовь. Вера действует любовью. Если вера не может действовать без любви, то что важнее? Вера или любовь? Любовь. Потому что без любви вера действовать не может. Вера бесполезна, если нет любви. И хотя в Божьем Царстве все действует верой, но если нет любви, которой действует вера, вера бесполезна. Да, молитва действует верой. Преуспевание приходит в жизнь через веру, и исцеление действует верой. Все в жизни действует верой, и жить нужно верой. Но если ваша вера не продиктована любовью, тогда ваша вера мертва. И хотя для того, чтобы действовать в Божьем Царстве, вам нужна вера, обязательным предварительным условием является любовь. Если вы меня поняли, скажите «Аминь». Давайте будем двигаться дальше. Это можно объяснить по-разному. Давайте откроем римлянам главу третью. «Я люблю Божье Слово». Стих 27. Давайте прочтем 27 стих вместе вслух, готовы, читаем. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом... Чем? Чем? Закон — это принцип, который действует независимо от того, кто его использует. Гравитация — это закон. Яблоко всегда падает вниз. Это закон притяжения. Вы можете подняться на вершину этого здания и спрыгнуть. Закон притяжения нелицеприятен. Это значит, вы упадете. Это закон. Что такое вера? Что такое вера? Это значит, вера будет действовать в жизни любого, кто будет использовать принципы, управляющие верой. Согласны? Потому что вера что? Вы уверены? Откуда вы знаете, что вера — это закон? Потому что вы прочли это в Божьем Слове. Если вы говорите, что знаете что-то о Божьем Царстве, вы должны быть уверены в том, что узнали об этом из Библии. Мое мнение не имеет значения. Мое мнение не имеет значения, если я не могу подкрепить его Божьим Словом. Из Божьего Слова мы знаем, что вера — это что? Это что? Значит, закон веры будет действовать для любого человека, который будет его исполнять. А теперь давайте откроем Матфея 22. Матфея 22, стих 37. Если нашли это место, скажите «Аминь». Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». «Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Совсем недавно я по-настоящему осознал смысл 39 стиха. Здесь на самом деле речь идет об одной заповеди, потому что вторая подобна первой. Здесь говорится, если вы не любите друг друга, вы не любите Бога. Здесь говорится, вы не можете говорить, что любите Бога, которого никогда не видели, и при этом не любить своего брата или сестру, которых видите каждый день. Если вы не любите друг друга, значит, вы не исполняете заповедь любви. Я должен любить вас для того, чтобы по-настоящему любить Бога. Я не могу заявлять о том, что люблю Бога, если я не люблю вас. Вы понимаете? Значит, показатель нашей любви к Богу — это любовь друг к другу. И если вы ненавидите или не можете простить, вам нужно что-то с этим делать, потому что это влияет на вашу любовь к Богу. Ладно, давайте прочтем следующий стих. «На сих двух заповедях утверждается что?» Что держится любовью? Вера — это закон? На чем держится вера? Ведь здесь написано «Весь закон». У кого из вас падал карниз со шторами? Слава Богу! Меня поражают, у какого количества людей бывали такие случаи. Я не единственный, кто неправильно устанавливает карниз, слава Богу. Помните, когда упал карниз, шторы остались на месте? Слева у вас тяжелые шторы, потом более прозрачные, и еще за тяжелыми шторами какой-то белый материал, который затемняет комнату. На карнизе обычно висят три или четыре типа штор. И когда падает карниз, падает все остальное, да? А? А теперь представьте себе, что любовь и есть тот карниз. И Писание гласит, что все законы держатся на этом карнизе любви. А вера — это что? Закон. Может ли вера сама висеть? В вере нужно за что-то держаться. Если падает любовь, что падает вместе с ней? Все остальное, включая веру. Так что же больше, любовь или вера? Кто кому нужен больше? Вера больше нуждается в любви, или любовь больше нуждается в вере? Вы слышали? Все законы держатся на любви. Бог и есть любовь. Все от Бога. Бог есть любовь, и у Него есть вера. Он есть любовь, но у Него есть вера. Он есть любовь, но, открыв Свои уста, Он изрек слова веры. Но прежде чем появилась вера, была любовь. Аллилуйя! Прежде чем я стал таким, какой я сейчас, я сначала обрел спасение, а после спасения я сразу заинтересовался верой. Я купил все книги брата Хейгена, я купил все книги брата Прайса, я купил все книги брата Коупленда, все, что мог найти, и Чарльза Капса, тоже все, что я мог найти на тему веры. Потому что мне сказали, что после обращения к Богу, прежде всего, нужно больше узнать о вере. Я настолько погрузился в эту тему очень глубоко, я изучил все принципы, пять принципов веры, семь принципов молитвы, три принципа чего-то еще, узнал о вере все. Потом я стал замечать, что иногда моя вера имела успех, а иногда нет. Иногда мне казалось, что моя вера действует, а иногда я был уверен, что я сделал что-то не так, из-за чего моя вера не сработала. Но было нечто, что я так и не узнал. Почему-то считается, что новообращенные верующие знают о любви все. Это ошибочное утверждение. Мы полагаем, что всякий человек, который обретает спасение, знает, что ему нужно развивать любовь. А я и понятия не имел о том, что мне нужно развивать любовь. Библия говорит о той сфере, где больше всего проявляется незрелость. И в жизни христианина это сфера любовь. Если человек незрел в сфере любви, значит он незрелый человек. Нельзя считать себя духовно зрелым человеком только потому, что вы знаете много отрывков из Библии наизусть. Или потому, что вы уже 30 лет ходите в церковь. Это не делает вас зрелым человеком. Это отнюдь не делает вас зрелым. Что делает вас зрелым, так это ваша любовь к окружающим людям. Вы зрелый христианин, если можете любить кого-то, кого трудно любить. Вы зрелый человек, если можете простить человека, постоянно обижающего вас. Зрелый христианин это христианин, который проявляет любовь к тем, кто этой любви не заслуживает. И тогда я понял, что далеко не все действует в жизни тех, кто продолжает себя вести как дитя. Хотя я и был наследником всех библейских обетований, из-за того, что я был ребенком, я не мог получить то, на что имел право. Нужно взрослеть. Есть некоторые вещи, которые вы не сможете получить даже верой до тех пор, пока вы не разовьете в себе любовь. Поймите, любовь не только побуждающая сила. Бог есть любовь. Любовь — это побуждающая сила и активатор. Любовь мотивирует и активирует. И так как Бог есть любовь, любовь делает гораздо больше. Вы понимаете меня? Любовь нельзя зажать в узкие рамки. Ведь Бог вездесущ и всемогущ. Он безграничен. Он может помазать ваши глаза мокрой землей и дать вам стопроцентное зрение. Или он может просто сказать, прозрей, и у вас будет стопроцентное зрение. Его нельзя ограничить лишь одним методом. То же самое можно сказать и о любви. Любовь делает то же самое. Потом я стал замечать, что по мере того, как я развивал свою любовь, к людям стала укрепляться и моя вера. Я стал развивать свой характер, и моя вера стала более успешной. Я начал наконец-то понимать, слава Богу, именно это мне и нужно было понять. Мне нужно было узнать, что есть Божья любовь, что есть праведность Божья, а потом знакомиться с Божьей верой. Потому что если я не знаю Божьей любви, тогда у меня нет того карниза, на котором держится все остальное. Если я не знаю праведности Божьей, тогда придет дьявол и заставит меня ощущать себя виноватым, потому что я не знаю, что мне дана праведность Божья. Но если я знаю любовь, праведность и веру Божью, три самых важных постулата, ничто меня не остановит. Вы меня слушаете? Сейчас я покажу вам, что я имею в виду. Откройте первое послание Иоанна, 4 глава, стих 12. 1 Иоанна 4, 12. Бога никто никогда не видел. Давайте на этом задержимся. Ради тех, кто говорит, что виделся с Богом вчера вечером. Пастор Доллар, я пил чай, когда услышал какой-то шум на кухне. Я вошел на кухню и вижу, за столом сидит Бог. И он сказал мне, прежде всего, Бога никогда никто не видел. А я вчера видел. Нет, это была галлюцинация или что-то еще. Ты его не видел. Ни один человек не видел Бога. Вы спросите, откуда ты знаешь? Священное Писание это утверждает. Нет. Если Библия говорит, что ни один человек не видел Бога, вы думаете, я вам поверю? Вы приходите и говорите, я вчера видел Господа, и поэтому сегодня буду пророчествовать. Нет, я не хочу слышать пророчества, связанные с тем, что вы вчера видели Бога. Если вы только что солгали, каким будет это пророчество? Ни один человек никогда не видел Бога. Заметьте, что здесь написано. «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает». А из этого следует, что если мы не любим друг друга, Бог в нас не пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Вот как Божья любовь совершенствуется в нас. «Если я люблю вас, независимо от того, насколько мне это удобно, я совершенствую Божью любовь в себе». Я поступаю как зрелый христианин, когда люблю вас, независимо от того, насколько мне это удобно или неудобно. Нельзя называть свою любовь к людям безусловной, если вы любите только тогда, когда легко любить. Безусловная любовь — это когда вы любите того, кто всегда действует вам на нервы, но вы проявляете долготерпение и любите этого человека все равно, потому что это и есть любовь Агаппе. Однажды они изменятся, им просто нужно немного любви. Они ведут себя так, потому что им всегда не хватало любви. Аминь. Видите, я хочу, чтобы моя любовь стала совершенно изрелой, чтобы я любил не только тех, кого легко любить, но и тех, кого хочется убить. Не смотрите на меня так. В вашей жизни точно есть кто-то, в ком бы вы с удовольствием сделали две-три дырки. А тут не кстати проповедь о любви. И вы опять ставите свой пистолет на предохранитель. Вы говорите, «Господи, а можно? Я хотя бы стукну его рукояткой этого пистолета». Вот тогда вы можете, образно говоря, погладить себя. Когда люди достают вас, а вы отвечаете им любовью, погладьте себя и похвалите. Теперь ты ведешь себя как взрослый. Теперь ты взрослый. Вы повзрослели. Так ведут себя взрослые. Взрослые люди умеют прощать. Взрослые люди умеют давать второй шанс. Взрослые люди умеют воздерживаться от споров. Взрослые люди удерживаются от ссор. И то, что вы в разводе, ничего не меняет для вас. Вам нужно научиться ладить с матерью ваших детей и с их отцом и с другими родственниками. Нужно научиться ладить со всеми. Я понимаю, что они могут вас раздражать, но вы все равно можете их любить. Я не говорю, что вы должны проводить с ними все свободное время, потому что вам совсем будет худо. Больше не могу, Иисус, приходи скорее. Скорее бы Вознесение. Я говорю о том, что к людям нужно относиться по-человечески, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Я не говорю о том, что вам нужно звонить им каждый день и разговаривать с ними. Но быть приветливыми, когда вы их встречаете, учить детей, любить их и тому подобное, это и есть пребывание в Божьей любви. А потом подарить им что-нибудь приятное. Пошлите им подарок. Когда вы в последний раз благословляли своих врагов? Я серьезно. Найдите человека, который вас не любит, и купите ему что-нибудь. Я серьезно говорю, это не шутка. Найдите человека, который вас терпеть не может. Я уверен, что вы знаете хотя бы одного, который вас не любит. Кто-то, кто вас не любит. Все меня любят. Не обманывайтесь. Не все вас любят. Здесь есть человек, к которому обращены эти слова. Вы просто не знаете, что они вас говорят, потому что вы здесь сидите, а они там. В лицо-то они вам всегда улыбаются. Помните эту песню? Улыбка на лице, а за спиной в руке нож зажат. Да, именно таких и нужно благословлять. Я буду любить. Я не говорил, что это будет легко. Иногда мне бывает очень трудно. Иногда я прошу Господа, «Не сейчас, Господь, не сейчас. Не проси у меня об этом сейчас. Не говори мне об этом. Ты можешь хотя бы сейчас помолчать. О, Иисус! Нет, не сейчас, потому что мне нужно самому разобраться. Мы пытаемся разобраться с этими людьми сами, но дело в том, что разбираться не нам. Наша обязанность — исполнять заповеди и любить даже тогда, когда нас обижают, чтобы наша вера могла действовать. Я не хочу, чтобы моя вера потеряла силу, из-за того, что я потерял любовь к людям. Мне очень многое нужно сейчас, и для этого нужна вера. Откроем Матфея, главу пятую. Прочитаем пару стихов, и потом я вас отпущу. Матфея, глава пятая. Стих 23. Вот что бывает, когда мы не любим друг друга. Скажем, вы даете пожертвование с верой. Мы собираемся хорошо пожертвовать, потому что нам нужна большая сумма к пятнице. Смотрите, что происходит. Приходит время сбора пожертвований. Мы достаем свои деньги. Давай, Иисус, давай. О, да-да-да-да-да-да-да-да. Вы даже не исполнены Святого Духа. Вы просто да-да-да-да-да-да-да. А теперь смотрите, Матфея 5, 23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, здесь не написано, что ты имеешь что-то против брата. Здесь говорится о том, что ты вспомнил о брате, который имеет что-то против тебя. Здесь говорится о том, что должно быть примирение. Поговорите с ним.